МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хотели бы попробовать себя в предпринимательстве? Здравствуйте! Это программа интервью. Меня зовут Ольга Солоницына. И в нашей студии сегодня едва ли не самый молодой предприниматель Тюмени. Победительница различных бизнес-конкурсов и обладательница собственного бизнеса Валерия Шалаева. Валерия, здравствуйте! Здравствуйте! У вас, конечно, удивительная история. И вот если бы, не знаю, о вас писали сказку, она, наверное, бы звучала так. В некотором царстве в российском государстве, в славном городе... Где вы родились? Курган. Кургане, в семье... Кто ваши родители? Моя мама полицейский, а папа инженер-строитель. В простой российской семье родилась девочка. Умница и красавица, судя по внешнему виду. Училась в школе. Как вы учитесь в школе? В девятый класс я закончила с красным аттестатом. Отлично училась в школе, получила красный аттестат, и вдруг она решила стать предпринимателем. А что случилось? Злая или добрая фея появилась, или волшебник? Почему вы были простой отличницей, а стали отличным предпринимателем? На самом деле, год назад я была уверена, что я пойду учиться в медицинский университет. Но в какой-то момент я поняла, что это немного не мое, и начала смотреть старые файлы на своих компьютерах, и начала находить очень старые бизнес-планы. Я хотела продавать все, чехлы для телефонов, мыло. Мне было это интересно. И по случайности в моих социальных сетях я увидела конкурс «Это бизнес детки». Очень сильно захотела поучаствовать. Поучаствовала, стала победителем. Поняла, что в этом направлении я буду развиваться. Денежный приз, который я выиграла, я потрачу только на развитие своего проекта. И с этого момента, наверное, началась формироваться моя предпринимательская история. Я сейчас представляю себя на месте вашей мамы, которая видит, как ее дочка, отличница, у которой была прекрасная мечта стать врачом, вступила на путь, который достаточно сложен, скользок, и который не факт, что вообще какими-то победами и успехами может закончиться. Вот какова была ее реакция? Что сказали ваши родители, когда поняли, что девочка уже... Это не игрушки для девочки, а серьезные? Мои родители были категорически против. Им вообще не понравилась эта идея. Они меня отговаривали, говорили, что я должна пойти в мед, что я уже выбрала, вот 8 лет хотела и пойду. Я просто напугалась, я просто, ну, сдала назад. Это все моя слабость, я должна передумать. Но несмотря на это, я начала себя пробовать в том направлении, в котором я хотела. У меня начало получаться, родители начали это принимать, и сейчас они уже не против, им уже нравится, чем я занимаюсь. Нет такой истории сейчас, Лерочка, диплом положи маме на стол о высшем образовании, а потом занимайся, чем хочешь. К сожалению или к счастью, пока такие истории еще есть. Нет уже? Нет, уже нет. Ну, вначале что-то проскальзывало. Вы занимаетесь изготовлением планингов, да? Да. Сейчас у нас в студии вы нам принесли образцы свои. Из тысяч наименований артикулов печатной продукции. Почему именно планеры? Это, наверное, все из моего личного опыта и опыта моих знакомых и друзей. Я вообще сама люблю планировать. Для меня организация дня – это как утренний ритуал, когда ты садишься, записываешь все свои дела, потом это все смотришь, красиво украшаешь. И я знаю много моих знакомых также делают, ведут планеры, ежедневники, им это нравится. Но, к сожалению, я не могла подобрать тот планер, которым я буду пользоваться всегда, и он будет максимально комфортен для меня. И я знаю, что у многих такие проблемы. И я, исходя из чужих мнений, чужих пожеланий, из своего личного опыта, мы с ребятами, моя команда – это дизайнеры, напарники, которые мне помогают, и наставники, начали лично разрабатывать вот эту продукцию. То есть здесь весь смысл вот в этом планере в том, что здесь можно написать и тут же стереть, да? На холодильник, да, предполагается? Слушайте, ну карандашик ведь реально потеряется очень быстро. Нет, он не потеряется. Как и сам планер, так и карандашик оборудован специальным магнитиком, чтобы и маркер, и планер висели вместе и не терялись. В одном из своих интервью я прямо вас процитирую. Вы говорили, что предприниматель – это человек, который умеет из обычного товара сделать тот, который захотят купить. Вот вы можете сделать так, чтобы я прямо сейчас захотела купить ваш товар. Это знаете, как Леонардо Ди Каприо, да, Волкс, Волк-стрит, когда он ручку продавал, помните момент? Вот, пожалуйста, сделайте так, чтобы я захотела купить ваш планер. И, возможно, вы сегодня с интервью идете не только с хорошим настроением, но и с одной продажей еще. Ну, смотрите, у вас дети всегда выполняют все ваши задачи, которые вы им даете? Ну, конечно, нет. Конечно, нет, да. Я могу вам посоветовать приобрести этот магнитный планер и, допустим, в понедельник разбить. Сколько у вас детей? Трое. Трое. Разбить на три колоночки или записать важные задачи по имену. Записать, кто что должен сделать, и потом они просто будут ставить галочки, плюсики, либо стирать. И вы будете довольны, и детям будет интересно выполнять ваши задания. Беру. Беру. Валерия, от чистого сердца. Не потому что вы сидите здесь у меня в программе, но, действительно, для деток это может быть просто интересно не столько задания мамина выполнить, сколько стереть то, что там написано. Возвращаясь к соцопросу, с которого мы начали, детей ваших сверстников опрашивали, и вот что они еще говорили. 36% опрошенных ребятишек считают, главным в бизнесе это возможность изменить мир. 28% свободу действий, 20% возможность заработать много денег и 15% исполнения мечты. Вот вы в какой группе? Что главным считаете вы в бизнесе и почему? Ну, наверное, для меня в бизнесе главное – это свобода действия. Потому что я пробовала работать в найме, я работала и официантом, я работала смотрителем в детских комнатах. Я понимаю, что это не мое. Мне нужна именно свобода действий, чтобы я могла что-то предпринимать, предпринимать, руководить чем-то, организовать и маркетинг, и сбыт. Я хочу как бы быть управляющей. Именно, наверное, я войду вот в эти 28%. Которые хотят свободу действий. Вы понимаете, что смотритель в детской комнате, она с закрытием торгового центра ушла домой и больше ни о чем не думает. Да. А вы будете работать 25 часов в сутки, 8 дней в неделю, возможно, без отпусков, как это бывало с другими предпринимателями, уже известными, состоявшимися. Я, на самом деле, очень люблю работать. Это, может быть, отражается в том, что я закончила 9 класс с одними пятерками. Мне нравится учиться. Мне нравится уделять много времени работе, саморазвитию. И, может быть, так получается из-за того, что я очень люблю свой проект, я и сейчас уделяю ему очень много времени. Поэтому меня не пугает тот объем работы, который мне предстоит сделать, а я его прекрасно осознаю. Когда вы начали заниматься бизнесом уже более или менее серьезно, ваша успеваемость не пострадала? Нет. Кто много планирует, кто много планирует, тот много успевает. Но, тем не менее, бизнес – это все-таки деятельность по извлечению прибыли, да, свой страх и риск, поэтому мы не можем какие-то экономические такие моменты обойти. Вот вы сейчас работаете в плюс, в минус или в ноль? Мы сейчас работаем в плюс. Проект уже себя окупил. Я понимаю, что это коммерческая тайна, но, тем не менее, вы сейчас зарабатываете соотносимо с зарплатами своих родителей? Или пока еще? Нет, конечно, не соотносимо, потому что мы зарабатываем не так много денег, потому что у нас небольшие пока тиражи, но все, что мы выручаем, я по своему желанию, или посоветовавшись со своими напарниками, мы все реинвестируем. Мы увеличиваем тираж, чтобы, допустим, в следующем месяце мы заработали в два раза больше. Поэтому пока это все. Вы вышли на самоокупаемость уже? Да. Ваши продажи, они разовые, или это уже какие-то прямо такие крупные партии, поставки, у вас есть постоянные клиенты? У нас есть постоянные клиенты, крупная партия, ну, насколько крупно для нас это было, 10-11 товара, она была всего одна пока за все время, но там уже шла и полная разработка дизайна и работа с типографией, с печатью. То есть вы можете делать не только в таком дизайне, а в любом, если я захочу здесь свою фотографию или фотографию своих детей, вы тоже это можете сделать. Ну, плюс дополнительная плата за дизайн проекта. Откуда у вас был первоначальный капитал? Первоначальный капитал как раз-таки появился, когда я стала победителем конкурса «Это бизнес детки». Да, он был небольшой, это всего 4 тысячи рублей, но как только я получила эти 4 тысячи на руки, у меня в голове не было никаких других мыслей, кроме того, как начать реализовывать свой проект. Я не знала, с чего начать, и у меня появились наставники после этого конкурса, именно, наверное, они стали моей отправной точкой. Это наставники, которые были со мной во время проекта, это уже и предприниматели из «Опоры России», которые по сегодняшний день мне помогают действовать. Эти 4 тысячи мы вместе распределили, что на печать, что на маркетинг, куда, как делать. И первую партию товара, это 20 блокнотов, мы заказали и очень быстро продали. Какой самый ценный совет вам дали ваши наставники? Ну, наверное, их было очень много. Такое, вот знаешь, все равно же что-то врезается, прямо огненными буквами встает в сознание. Ну, наверное, пока не попробуешь, то ты не узнаешь. Это тоже касается конкурса «Бизнес-тест». Я пришла к Артему Андросову, я говорю, я не знаю, я маленькая, мне 15 лет, я вижу, кто там участвует, стоит ли она вообще того. Говорит, ты пока не попробуешь, ты не узнаешь. А если ты найдешь новые знакомства, у тебя откроются новые возможности, ты, возможно, не выиграешь, но зато ты оценишь, насколько ты нужна своим потребителям. И я прислушалась, и я попробовала. Я не жалею об этом. Ну вот, смотрите, сейчас ваша история, она как самолет на взлетной полосе, она едет-едет и набирает высоту. Но вы же понимаете, что любой бизнес – это история не только взлетов, но и падений. Насколько вы морально готовы к тому, что в какой-то момент что-то может не получиться? Ну, я понимаю, что бизнес – это повезет, не повезет. Помимо усилий, трудолюбия, каких-то идей, это еще элемент случайности какой-то есть, да? Да. В любом случае, я к этому морально готова, что что-то может не получиться. Это либо пересматривать вообще концепцию своего проекта, как-то более работать по прямым запросам клиента, что-то переделывать, дорабатывать, начинать заново, либо же полностью менять сферу деятельности. То есть у вас план, запасной план «Б» на случай неудач тоже уже готов разработать? Да, потому что я не привязываю себя только исключительно к планинговой продукции. Я рассматриваю себя в сферах, в которых я разбираюсь, либо которые мне нравятся. И, Валерия, вот финальный вопрос, который, по крайней мере, мне даст четкое понимание. Игра – это для вас такая, хоть и хорошая, или это все серьезно? Вы уже зарегистрировали себя как предпринимателя? Какая у вас организационно-правовая форма? Я самозанятая. Сколько налогов оплатите? Налог я сейчас плачу 4%, но у меня есть налоговый бонус, который идет всем самозанятый, это 10 тысяч рублей. И уплачивается 1% от этих 4%. Получается, с одной продажей я плачу 3%. Все, я получила ответ на свой вопрос. И в завершении интервью я бы хотела пожелать вам как можно больше взлетов и как можно меньше падений. Спасибо вам большое, удачи. Спасибо большое, до свидания. Друзья, это была программа интервью. Мы прекрасно побеседовали с едва ли они с самым молодым предпринимателем Тюмени. Спасибо вам за внимание, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова